всем доброе предоброе утро смотрите какое у нас утро море какое шикарное не ветерка ничего класс вот это дом квартиры мои клиентки цветами которые кстати я у нее дома была в гостях даже есть на канале видео про это классно на работу как на праздник потому что сегодня суббота и может быть я сегодня не откроюсь после обеда может быть потому что сейчас посмотрим по ситуации позвонят не позвонит кто и все будет у нас такой как бы мини отпуск потому что утром быстро работа проходит незаметно самая самая такая после обеда можно будет на пляже кистить вот и август почти прошел были пипец как время быстро летит всем добрый день видите обеденное время уже а я только иду домой так как сегодня всем объявляла что после обеда не откроюсь я все-таки решила не открываться вот и все кто хотел планировал прийти после обеда пришли утром бегом-бегом у меня и но это лучше в общем задержалась я на работе но зато после это я не пойду на видео камера сыраешь ты знаете у нас деревне очень много больных людей например вот в красным тоже идет не знать чем это связано но не у нас где работа здесь день я работаю а еще здесь много фу блин они напились что алкоголем так пахнет очень много смотрите какая красота так что может и сегодня после обеда на пляжах поеду кто знает хотела вам морюшку показать а там мужик с собакой с недругом чарли которого они друг друга на дух не переносят ну ладно мой малявка а тот но он как овчарка немецкая и только черный весь такой страшный в общем и хрен его знает я в обход в общем пошла может быть отсюда покажу здесь у нас такая парковка видите он его ищет ищет нет отсюда не видно но зато море посмотрите какой море шикарный там стоит собак злая смотрите на пешеходном переходе ничего нормально паркуются где хотят так надо быть поаккураннее потому что у них любовь такая взаимная у чарли у той собаки видите он уже идет ищет ищет где-то тут гавкну так чарли успокойся там он стоял вон он стоит мужик собаку наглаживает а чарли мой все рвется к нему есть ты господи так иди в машину воин давай залазь на страже на страже видите чувствует что где-то рядом чувствует где-то рядом видите как он его чувствует видите пошел чарль уже мой с ума спошел тали за что ты вот так не любишь он даже за что ты его не любишь так что он тебе сделал ты даже с ним не знаком не не а вау вау нет за что что он тебе сделал чарли 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 боги а как прохладненько с кондером а как не дали отель собаки черный страшный Клиентка сейчас была, она здесь, ну, тоже отдыхает, там у родственников, ну, представляете, я чуть не упала со стула, во-первых, она делала вид, что, ну, не сделала вид, не знаю, как она это сказала, что, типа, как-то дала показать, как будто она все знает, как карасится, как что делать, в общем, а потом такая, ну, типа, она в курсе парикмахерских дел и все такое. Ну, после того, как она мне сказала, у тебя седина, типа, седой волос у меня, я чуть не упала со стула, я говорю, нет, не седина, ой, не могу, нет, ну, хотя молодая женщина, ну, как молодая, она, конечно, свой возраст не сказала, зато мой выпуск спросила, представляете, свой возраст не сказала, а мой спросила, вот люди тоже, смотрите, сколько тут и люди, и машины, и все на свете. Но я свой возраст совершенно не скрываю, не вижу в этом смысла, как, ну, зачем скрывать возраст? Так, куда ты едешь, дорогой? Чтобы скрыть что? Ты не скажешь свой образ, чтобы скрыть что? Моложе, ты от этого все равно не станешь, правильно? А она вот не сказала. Зато меня спросила. Вот таких людей тоже не люблю, знаете, которые выспрашивают все, выспрашивают. Причем можно спросить так, как бы не видно, а не постоянно вот там, а где работаешь, а кто ты работаешь, там, сколько тебе лет, откуда ты приехала, сколько. Так, самое интересное, она меня пять раз спросила, сколько я уже работаю на своей работе в парикмахерской. Без преувеличения, пять раз. Она сказала, ты давно тут? Я шесть лет. Потом опять. Ой, ты хорошо по-испански разговариваешь. Ты давно тут? Шесть лет. Ну, я в парикмахерской. Что-то опять еще... И что, долго держишь парикмахерскую? Шесть лет. Вот, я уже в последний раз, когда она меня спросила, уже засмеялась. Вот, ну, странные люди есть. Странные люди, странные. Все, едем домой кушать. Дорогу вы видели много раз, поэтому не буду повторяться. Отложила гречки с молоком, тоже люблю очень гречку. А муж сказал, будет вот этот салат есть. Не хочет он ни из рис, ничего не буду варить. Принес мне вчера пять груш, яблоки какие-то. Говорит, когда компот будешь варить? Я говорю, так я уже сварила из вишни. Вишневый компотик. Вот, пожалуйста. Уже холоденький, остывший. Ням-ням, будем кушать. Смотрите, пляжи по полной закрыты. Я хочу там вам показать змеи Горинч. Летает, пускает змеи. А мы на пляже приехали. Пять протесты. Пять протесты. Бенаки, бамо. Протестуй ты, протестуй. Протестант какой-то. Протестант. Твою дивизию. Бамо. Не, ну вы посмотрите, меня это же бесит уже иногда. Бенаки. Бенаки. Знаете, даже бег трусцой не помогает. Или русцой как-то. В этот раз помог. А то обычно в последний раз тоже бежал, бежал. И не добежал. Он нифига не шел за мной. Трус. Трус. Выходи, подлый трус. А еще я забыла пакетики для Чарли. Я думала, что поводок его лежит в машине. С пакетами для какашек. А нет. И пришлось пакет вот такой убрать. Куда я обычно складываю мокрый купальник после пляжа. Уж куда деваться. Не в руке же я понесу. Сейчас пройдусь и пойду искупнусь. Немножечко. Жарко дома лежать. Думаю, хочу лежать. Пойду я прогуляюсь. По пляжику. Да. Нет, ну вы посмотрите на протестанта. Это вообще какой-то пипец. Главное, в тенечке лег и лежит. Сейчас буду купать опять. Это ему вроде бы помогает. Побежали? Бежит, бежит, бежит. Ты что, ты бежишь-то? Ты что, там не хочешь, что ли, один? Да, боюсь, что ли? Ты трус? И скупаюсь, я съем. Чтобы не жарко время, восьмой час уже. Поэтому сказать, что ему жарко, нет. Потому что прохладно, хорошо на улице. Не знаю. Вот такой вот у него манера. Кстати, салют, который вчера был. Вот отсюда пускали. Тут было бы классно. Может быть, на свет еще год приехать все-таки. Посмотреть его отсюда. Потому что стреляли. Было классно над морем, наверное, вообще. Я, как бы, вот эта самотоха, знаете, негде машину парковать. Видите, здесь все было загорожено. Потому что отсюда стреляли. Но хочется. Вот вчера смотрела с балкона и думала, блин, вот было бы, если бы я была там. Было бы здорово. Это вот мое место, где я люблю останавливаться, идти на пляж. Но сегодня пляж там. Хотя время уже, как раз в то время, когда я уже домой ухожу. Там народу очень много. Лето. Ах, лето. Ах, лето. он у меня сейчас люлей получил подрался тут с одним юрсаем он у меня все не драчу но есть такие собаки которые не понимают он их то есть отгоняет один раз они опять к нему знаете лезут лес играться или еще что-то он опять их отгоняет они не понимают не хочет с ними играться и тогда он уже их серьезно отгоняет там не то что там до крови там до что-то ноги дерутся вот так вот и вот сейчас я ему люлей дала что так нельзя делать не искупала вообще купать его не хотела но ну смотрите он нормально уже переносит купание вообще даже ему меня можно сказать даже в кайф что ли ой блин драчу он тут а за он за во первых юрсай этот хозяин что в ту сторону сторону пошел а мы в ту он вернулся этот юрсай за нами хозяину пришлось вернуться тоже и в общем получил люлей дёрст юр юрксиский терьер или как его там называют маленькие такие лохматые собачки назойливые там у кого-то бассейн купаются если море рядом нет медуз а шикарное море ну может быть из-за детей только в бассейне так я не понимаю как можно купаться в бассейне если море рядом такой шикарный я очень люблю море я не люблю бассейн нет сушит кожу от бассейна шелушение такое и вот я лучше вам на море посижу тем более но шикардос но сейчас пойдем покупаюсь на собачьем пляже и я уже искупалась вода шикарная вообще класс накупала сначала не хотела потому что столько народу ой драчун какое не допускать к себе никого ты драчун сейчас поеду домой я забыла что я накрашена поэтому может быть у меня тушь уже вся внизу вроде бы отмывала ее и руки в краске вообще пипец и поехали все домой поедем поехали камень и ждет не буду тебя камень видите здесь сколько собачек и 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 Ну, все, посуда вымота. Здесь все вот так. С кухней можно уходить. Хотя я сейчас поставлю себе чай. Не чай, а этот, как его называется. В комнате такая темнота, потому что ни один из вентиляторов, как свет, не работает. Они работают как вентиляторы. А вот этот я уже включаю, как свет. Потому что, потому что жара, жара, жареное солнце. Вот, смотрите, включаешь. И вот включается вместо света. Но сейчас он уже не нужен. В ванной свет горит. Я оставила. Свет нужно экономить. Экономика должна быть экономной. Ну, пойдемте посмотрим, что у нас тут на улице. А на улице у нас вот такой вот закат, туман. Это жара. Смотрите, у меня сколько здесь цветов стоит. Смотрите, как розы мои цветут. Дали? Какие у меня розы. Розовые розы. И вот эти тоже поставила. Тут тоже пойдут скоро цветы. Ему тут больше нравится. А это место. Это для Чарли. Он тут садится и смотрит. Раньше у него, он вон там вот был свободное место. Пока я не заметила, что он любит сидеть здесь. Но туда ему нужно было пробираться вот так вот как-то. Сейчас я ему здесь освободила место. Чарли, да? Иди сюда. Иди сюда. Ну, он не хочет. Он там на кровати улегся и лежит. Вот. Вот на такой нотке буду с вами прощаться до завтра. Опять завтра воскресенье. Представляете? Вообще так время летит быстро. Воскресенье. Не знаю, что будем делать. В общем, подписывайтесь, чтобы узнать. Самое интересное. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Комментарии. Это очень важно для меня. Потому что интересно пообщаться с вами. Ну, и вообще, простите, как у вас там дела? Как лето проходит? Заметили вы уже, что лето почти прошло или нет? Я еще нет. Мне кажется, еще столько лета много будет длиться, что... В общем, да. Пока-пока. И всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. До завтра.